Как поется в одной песне, лето – это маленькая жизнь. И это действительно так, особенно для детей. За время летних каникул славянские школьники не только весело и интересно отдыхают, но и учатся чему-то новому, приобретают незабываемый опыт, например, туристской жизни. В этом году в рамках летней оздоровительной кампании более 4 тысяч ребят получат возможность принять участие в многодневных туристских походах и соревнованиях. В наших программах мы уже рассказывали о том, как обустроились школьники в палаточном лагере в поселке Шапсуга. Сегодня наш сюжет из «Горячего ключа», где тоже вот уже около месяца живут и отдыхают славянские ребята. Палаточный лагерь «Эль-Шадай» расположился в живописной долине у подножия гор. Вокруг лес, горная речка и чистый воздух. Здесь славянские школьники отдыхают уже не первый год. Мы в этом году заехали уже третий раз сюда, на эту поляну. У нас немножечко в этом году разница в том, что он не сразу заезжает, а заезжает ежедневно. Одни заезжают, другие выезжают. Но ребята очень хорошо обустроились, им выдают костровое оборудование. Дрова все готовые, ребята только подвозят их. Готовы же нарублены, и это большое подспорье. Воду иногда из родника берем, а иногда нам качают из скважины. Так что снабжение очень хорошее. Вечером у нас горит обязательно свет от солнечных батарей. И от генератора мы проводим все мероприятия. Сюда приезжают отдыхать ребята со всех школ района. Каждый заезд длится три дня. За это время юные туристы много чему успевают научиться. Например, как ставить палатку или готовить еду на костре. Некоторые настолько втягиваются в такую простую, но в то же время наполненную событиями жизнь, что приезжают сюда ежегодно и помогают новичкам обустроиться на новом месте. Я первый помощник Евгении Лазаревны, нашего командира лагеря. Всего абсолютно. Я здесь все знаю. Я помогаю новым приезжим ставить палатки. Там все объясняю, где дрова, где можно воды наточить. В общем, всем помогаю. Мне здесь все нравится, поэтому я здесь в третий раз. Ребята живут по определенному распорядку. Подъем в 8 часов утра, общая для всех школ зарядка, завтрак, потом экскурсии или спортивные соревнования. По футболу, волейболу. Во второй половине дня дискотека или конкурсы. А также просмотр кино в специально оборудованном кинозале. Правда, когда мы приехали, он не работал. Электричество есть только по вечерам. В общем, скучать здесь совсем некогда. И даже плохая погода, что бывает редко, не портит настроение. Все прекрасно. Мы тут уже второй день. Завтра уже уезжаем. Как заехали, первое впечатление было очень своеобразное. Шел дождик. Поставили палатки. Дальше все отлично. Занимаемся. Мы тут играем в волейбол, в футбол. Разные игры. Развлекают нас наши вожаты. Спасибо им очень огромное за хорошую еду, за хорошее общение с ними. По вечерам сидим, играем на гитаре. Все отлично, все замечательно, все нравится. В день нашего приезда в палаточном лагере разместились учащиеся трех школ. 16-й, 18-й и лицея номер один. А это без малого почти 100 человек. В каждой школе назначаются дежурные, которые отвечают за порядок на территории, помогают учителям готовить обед. Будет борщ. Компот сварили. Ну, бутерброды будем делать. Так что обед. Я думаю, у нас удалось. Сейчас попробуем, спросим. Ребята, ну как борщ? Борщ! Неподалеку от палаточного лагеря 16-й школы расположились ребята из школы номер 18. Утром они только заехали и теперь обустраиваются на новом месте. Я здесь не в первый раз. Мы только приехали, палатки устроили. Мои впечатления здесь очень веселы. Всегда было каждый раз, когда мы сюда приезжали. И советую всем приехать, кто хочет отдохнуть здесь. Туристский лагерь «Эль-Шадай» будет работать до 14 августа. За это время в нем отдохнут и оздоровятся более тысячи славянских школьников. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой, Андрейка, что у любви у нашей села Бандарейка. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Тимовская. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...